Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава перевод российского библейского общества книга второзакония читаю для библейского портала экзегет 22 сборная глава в ней разные правила иногда прям кажется что они без какой-либо системы сюда попали но может быть так оно и есть вот не буду выдумывать вместе с тем очень интересная глава в ней такое разнообразие небольших законов на самые разные темы солидарность если ты увидишь что заблудился принадлежащий брату твоему бык или овца не проходи мимо верни животное хозяину если он живет далеко или же ты не знаешь кто хозяин скотина возьми ее к себе пусть она остается у тебя пока не явится хозяин и тогда верни ее так же поступает со словом и с одеждой и со всем тем что пропало у брата твоего и найдено тобой ты не должен проходить мимо знаете даже есть такой довольно популярный в прошлом наверное развод когда человек якобы находит кошелек берет там много денег и тут же к нему подбегают другие люди но не буду рассказывать что дальше происходит в общем ничем хорошим для него это не заканчивается но все начинается с того что человек говорит о лежит это мое а здесь сказано нет лежит но не твое даже если ты не знаешь чье возьми но ты это хранишь пока не придет хозяин и более того если увидишь что не принадлежащий что принадлежащий что принадлежащий брату твоему осел или бык упал на дороге не проходи мимо помоги брату твоему поднять его ну вот в современном мире это допустим если виды что кто-то на своей машине проколол колесо и стоит у обочины остановись помоги поменять между прочим да вот ветхий завет то жестокости то наоборот это какие-то такие правила которые сегодня удивляют своей степенью солидарности предполагавшейся в обществе а ведь это что это практические правила которые говорят вы один народ вы братья друг другу вот возлюби ближнего своего ну да абстракция я люблю какого-то своего ближнего вот этих людишек которые вокруг меня презираю и видеть не хочу да это же не мой ближний а здесь вот ближний тот кто близко вот ты шел а он тут да вот это твой ближний помоги ему а дальше про скажем так строгость разделения на женщине должно быть ничего того что носят мужчины а мужчина не должен надевать женскую одежду всякий кто делает так мерзок господу твоему богу ну вот к сожалению всякие трансгендеры сюда никак не вписываются если в пути ты нашел гнездо на дереве или на земле а в гнезде есть птенцы или яйца и птица сидит при птенцах или на яйцах то не забирай мать вместе с потомством отпусти птицу а потомству ее можешь забрать тогда тебе будет хорошо и долгой будет твоя жизнь то есть не уничтожай все а вот неожиданно в второзаконии появляются такие маленькие правила у нас было на войне не срубай плодоносящих деревьев здесь не бери птицу вместе с ее птенцами да то есть пусть жизнь продолжается вот такое бережное отношение к природе сегодня говорят про экологию но тогда не было этого слова а понятие было когда строишь новый дом сделай по краям крыши ограду чтобы никто не упал с крыши на твой дом не легла вина за кровь техника безопасности да вот с природой надо бережно но и со своими собственно говоря архитектурными сооружениями и дальше вот как женщина и мужчина не сей в своем винограднике другой вид семян иначе все это окажется под запретом и посеянное тобой урожай с виноградника не поши на вале и осле впряженных в один плуг не носи одежду сотканную из двух разных видов нитей из шерсти льна тоже неожиданно не смешивай, не смешивай казалось бы какая разница вот у нас у всех одежда сегодня она как правило из там хлопок с добавлением синтетики и так далее это лучше бывает чем чистый хлопок да но что плохого в том чтобы шерсть и лен смешивать в одной ткани может быть в ткани будут хорошие свойства вот это какой-то принцип что жизнь строго упорядочена мужское, женское, шерстяное, льняное виноград и допустим там зерно это все совершенно разное вот в жизни должны быть чистые какие-то сущности не нужно все смешивать и потом говорить а вот я так вижу мир сделай кисти на всех четырех углах твоего плаща здесь не объясняется как и почему но в последующем удеи стали делать кисточки с общим числом 613 нитей в памяти о 613 заповедях которые в пятикнижии упоминаются тоже такое указание на внешний вид который сразу отличает от всех остальных народов а дальше про брачное право неожиданно так ну вот смотрите вот все четко распределено по категориям но в отношениях брачных тоже все должно быть распределено по категориям нельзя допускать вот этого смешения всего на свете если некто женится и ляжет с женой и она ему не понравится и он начнет обвинять ее в бесчестии и распространять о ней худую молву говоря я взял ее в жену но когда лег с ней то обнаружил что она не девственница тогда отец и мать девушки должны принести доказательства ее девственности городским воротам и показать старейшинам города ну вот вплоть до недавнего времени например в русских деревнях был обычай вывешивать простыню с пятнами крови после первой брачной ночи но здесь не вывешивать на вид всего города а приносить к старейшинам и то только в случае если возникают сомнения то есть флагом всеобщим это не должно становиться пусть отец его скажет старейшинам я отдал свою дочь замуж за этого человека она ему не понравилась и он обвиняет ее в бесчестии говоря что дочь моя не была девственницей но вот доказательство ее девственности пусть развернут одежду перед старейшинами города исторично подвергнут этого человека наказанию а также взыщут с него 100 шекелей серебра это примерно килограмм серебра то есть ощутимая ценность и отдадут их отцу девушке ведь этот человек распускал худую молву о девственнице израильтянки и она останется его женой он уже не имеет права с ней развестись всю свою жизнь вот чтобы не порочили девушек да такой суровый закон но если обвинение окажется справедливым если она действительно не была девственницей а вот дальше еще суровее то пусть приведут ее к двери отцовского дома и пусть жители города забросают ее там камнями насмерть она совершила гнусное дело в Израиле развратничала в доме своего отца искорените зло обратим внимание что побиение камнями мы об этом уже говорили по другому поводу это коллективная казнь то есть весь город принимает участие соответственно когда в Евангелии от Иоанна Христос получает от людей вопрос надо казнить вот эту пролюбодейку что ты скажешь он говорит бросите кто без греха первый камень да и люди не бросают камень вот коллективная казнь может быть отменена самими казнящими если они не захотят если мужчину застали лежащим с чужой женой то оба должны быть преданы смерти и мужчина сделавший такое и сама женщина искорените зло в Израиле если в городе мужчина встретит невинную девушку обрученную с другим человеком и ляжет с ней то вы должны привести обоих городским воротам и забросать камнями насмерть девушку за то что она не звала на помощь хотя дело было в городе а мужчину за то что он обесчестил жену ближнего искорените зло вот смотрите любые нарушения брачного закона приводят к публичной смертной казни любые это секс до брака секс вне брака секс вот в состоянии когда брак заключенного еще не состоялся то есть обручение состоялось только что же это такое давайте дочитаем потом к этому еще вернемся почему так жестоко все ну смотрите возможно же ситуация когда девушка подверглась насилию тогда виновата ли она если же вне города мужчина встретит девушку обрученную с другим человеком схватит ее и ляжет с ней то смерти следует предать только мужчину который сделал такое девушку не наказывайте она не совершила ничего что заслуживало бы смерти случай с ней подобен тому как если бы некто напал на ближнего и убил его мужчина встретил ее в поле даже если обрученная девушка кричала некому было прийти к ней на помощь то есть с ее стороны если есть согласие да то тогда она соучастница и тоже виновна если не доказано что было согласие а доказано в каком случае она в городе полно народу есть возможность позвать на помощь если мужчину встретит невинную девушку еще не обрученную до этого девушка понимается как жена другого мужа пусть они еще и не вступили в фактический брак если мужчину встретит невинную девушку еще не обрученную схватит ее ляжет с ней и их застанут то мужчина сделавший такое должен уплатить отцу девушке 50 шекелей серебра и взять ее в жены потому что он обесчистил ее он не имеет права с ней развестить всю свою жизнь. Смотрите, а ситуация, когда девушка свободна, гораздо все легче. Фактически он здесь заключает брак с ней. Тем, что он ее насилует. Мне не нравится эта норма, кстати. Получается, девушка должна всю жизнь жить со своим насильником. Но, видимо, эта норма, она призвана, что ли, мужчин призвать к какому-то ответственному отношению. То есть нельзя просто гулять направо-налево. Первая же девушка, с которой ты ложишься, это твоя будущая жена. И точка. Хочешь, заключай брак нормальным образом. Хочешь, делай вот так, через насилие. Но все равно результат один и тот же. Кроме того, что если это через насилие, то брак оказывается нерасторжимым. Разводы тогда были вполне допустимы. И одновременно никто не может жениться на жене своего отца. Нельзя поднимать край одежды отца. То есть невозможно иметь общую жену с отцом. Может быть, после смерти отца. Может быть, после развода отца с этой женщиной. Впоследствии, кстати, когда будет восстание Ависсалома против Давида, царя его отца, то тот войдет к наложницам своего отца. И это будет вот таким скандальным событием, после которого примирение станет невозможным. Так вернемся к вопросу, почему так жестко наказывается, жестоко, всякое нарушение брачной верности, назовем это так. Обратим внимание, что как раз вот секс до брака, если нету обручения, он тоже порицается, но гораздо в меньшей степени. Видимо, потому что это то же самое, что воровство, но это преступление против личности. Вот если человек крадет овцу, козу или что-то еще, то он платит штраф. Если человек нападает на личность, его ветхий завет карает смертью. И вот в данном случае это нападение на личность, это присвоение прав другого мужчины. Заодно можно обратить внимание, что здесь только мужчина понимается инициатором. Отношение девушки, оно позволит не позволить. Если есть возможность не позволить, должна была не позволить. Но за ней никакая инициатива не признается. Понятно, что в современном мире все немножко иначе выглядит, но я думаю, что общие принципы и в наши дни можно вполне применять и использовать. А следующая 23 глава будет говорить о всевозможных запретах и ограничениях.